Всем привет, меня зовут Руслан Хубиев, это очередной выпуск Камера Сила. Нет, это не коллективка, это указано в названии ролика, это говорю я сейчас вам. Все коллективки с инстока сейчас стоят в милой, небольшой очереди на таможне, как и все заказы с инстока моих знакомых, поэтому я не переживаю, потому что я не один такой. И все, что вы заказывали в коллективках, будет, я очень надеюсь, что в этом году, что успеет почта протолкнуть их, потому что они были заказаны там два месяца назад, но не переживайте, все комиксы доедут, все комиксы будут у вас. Это у нас посылка со склада, которую я отправлял еще раньше, и она, конечно, дошла, слава богу. Здесь много синглов, много заказных синглов, я не помню, что-то еще есть, но не суть. Давайте же посмотрим, что внутри, как обычно. Я успел сломать ножик, здесь это видно, поэтому мы будем открывать немножко поаккуратнее. Это посылка со склада. Склада, которым я думал даже переставать пользоваться, потому что боялся, что введут все-таки этот таможенный лимит на 150 евро, или не помню сколько, в общем, 150 евро и 1 килограмм в месяц на человека. Если бы я не успел бы вывести все, и приняли бы этот закон, то все бы мне осталось там в Америке куковать, и мне было безумно страшно из-за этого. Однако его не приняли, спасибо Казахстану, кажется, они сказали, что мы такого дерьма не допустим, нам оно не надо, и спасибо большое, потому что, если не принимает одна страна, таможенного союза экономического, значит, не принимают остальные. Поэтому пока что живем, пока что выводим. Не знаю, надолго ли, но все. Сейчас у нас посылка, и она, в принципе, тоже интересная, хоть это и не то, о чем вы думали. Большая часть твердого добра, который здесь находится, я отправлю самому хорошему другу Торону, Сергею Соловьеву. Надеюсь, он не против того, что я сказал, как его зовут, думаю, он это и не скрывал. В основном ему поедет Дардевил. Тут очень много Дардевила бэндисовского, а именно, раз, извиняюсь, раз, два, два, три. Три, да, все верно. Три Делюкса. Два из них, Бэндис Малеев, один из них, это Смит Кесада Мэг. Вот, и к этому еще он докупил... Он докупил... А, как же я ненавижу этот звук, ребята, как я его терпеть не могу. Он докупил вот этот вот омник, который я скоро заберу, Дардевил, Бэндиса, второй Том. Тем самым у него вот таким вот образом получается вся серия Бэндиса, плюс начало рана от Кивна Смита. Начало англоинга, начало Тома. И это очень здорово. Я, скорее всего, ну, я уже купил два омника Бэндиса, именно Бэндис Малеев, и докуплю когда-нибудь Смита Мэка, а тем самым тоже, ну, докупив еще Брубекера и Мэка, и, господи, сколько всего еще покупать. В общем и целом, все это добро отправляется Сергею Соловьеву, и надеюсь, он будет рад. Но еще бы он не был бы рад, это очень-очень дорогие комиксы сейчас. Для примера, почему не стоит любить Марвел и их коллекционные издания, вот вам наглядный пример. Многие жалуются на корешки в российских изданиях. Наслаждайтесь. Для любого перфекциониста это боль. Боль во всех проявлениях. Начиная от ширины плашки Марвел, заканчивая расстоянием между буквами и цветом нижней плашки с Томом. То есть все против нас, все против коллекционеров. На самом деле очень обидно, что между первым и вторым томом нету рана Мэка, лично Мэка. То есть если Кевин Смит у нас заканчивается на 11 выпуске, плюс 13 по 15 у него еще арк, если я правильно помню, то второй том начинается с 26 уже. И из-за этого становится не очень приятный осадочек. Однако что поделать? Как издали, так издали. Далее, опять же, заказал Сергей. Вот такую вот редкую, очень редкую штуку сейчас урвал он на аукционе. Она лимитированная, 1000 копий. Вот здесь это можно заметить. Здесь у нас плашка с номером 711 из 1000. Зенит Гранта Моррисона. Довольно тяжело достать. Сейчас я пока что еще себе это не взял, но в Крэмере в планах у меня это есть. Это у нас Зенит, Роберт Макдауэлл, главный герой, если правильно помню, он британский супергерой. Вот про него есть такая вот у Моррисона серия, опять же 2000 АД. Далее. Да мы его дошли! Ура! 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 Если бы это еще были хорошие комиксы, я бы вообще был бы рад. Но это, к сожалению или к счастью, первые два оверсайза делюкса Мстители и Новые Мстители Хикмана. Зарекся собрать всех Мстителей. Пытаюсь это сделать. Ай. Пытаюсь это сделать и делаю вроде как успешно, однако приходится покупать и это. Надеюсь, что издадут Омник, чтобы не собирать эти делюксы. Вышло три делюкса Мстителей, два делюкса новых Мстителей. Могу врать, но вроде как так. Или два и два того и другого. В общем и целом, вот у нас Мстители, первый делюкс. И Новые Мстители, первый делюкс. Остальное есть в следующих посылках. Надеюсь, уже успеет приехать в январе и я с удовольствием заберу их. Чуть не забыл. Тут к одному из делюксов присобачили Смерть Спайдермена. Сингл Владислава Тимонина, 156 выпуск. Это у нас Бенди с Багли. Ну, все стандартные еще. Смерть Человека-паука. Долго. Долго мы сейчас это будем разбирать, но... Это у нас все синглы. Я не помню какие. Мне страшно, потому что я не помню какие. Там точно должен быть Человек-паук Миллора. Ладно, посмотрим, чем гадать. Так, мы почти докопались до сути. Ей! Очень много синглов. Ребят, очень много синглов. Очень много синглов. Итак, смотрим. Это у нас Миллоровский Спайдермен. С первого по двадцатый выпуск. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, сейчас, седьмой, восьмой... Нет, я до конца, девятого, Дотсон уже пришли. Март Миллер, Дотсоны. Тринадцатый, дальше выпуски. Я хочу писать Реджинальд Худлен. Вот они. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. Вот. И дальше у нас идет Марл Найт Спайдермен. Аж спина болит. Питера Дэвида. Вот они. Причем они идут с вариантными обложками. Девятнадцатый, девятнадцатый с вариантной обложкой. Двадцатый, двадцатый с вариантной обложкой. 21-21 с вариантной обложкой, знаменитые вариантные обложки с разными костюмами Человека-паука 22-22 с вариантной обложкой Дальше Сенсейшнл, 23-й 24-й, дальше идет все Сенсейшнл Спайдермен Мы уже видим, что это Гражданка по броне Паука Сейчас у нас идет Спайдермен Unmasked Unmasked, Unmasked Сенсейшнл вплоть до Беком Блэка 35-й выпуск идет с двумя, аж двумя вариантками Классическая обложка Скетч обложка И обложка второй печати Далее, с 36-го по 40-й выпуск у нас идет все так же Беком Блэк Вот он 6, 7, 8 Не люблю работать с синглами, поэтому их дохрена, их постоянно нужно показывать И 40 И осталось немножко 41-й выпуск, One More Day И 41-я вариантка Собственно тоже One More Day И знаменитый Ану Ау Все, с этим лотом закончили А у меня так затекла нога, что мы прервемся на секундочку Аааа И снова здравствуйте Так, далее у нас идут снова синглы Ну конечно, само собой Снова синглы Че ж, че ж Амнибас-то Все для слабаков, да ведь? Да ведь? Так, это у нас пак уже Тимонина С 91-го по 95-й Или 4-й, в общем А, ультимейтовский паук 91-го по 94-й Повеление аутимейт Дэдпула, кстати Здесь очень хорошие продавцы написали Very Fine Мне Mint Я не буду раскрывать, с вашего позволения Потому что уже запечатаны Я так же и отправлю Ааа Указали состояние Это хорошо Это редкость Это хорошо Далее Пример, как плохо Вот это вот плохо Для сравнения Два разных продавца Вот так запаковывать синглы Хорошо Вот так запаковывать синглы Плохо Ааа Тут у нас с 99-го Клон Сага 99-го по какой-то выпуске Я не помню В общем тоже вскрывать не буду, с вашего позволения Надеюсь, вы меня поймете и простите Далее Одиночный сингл Ааа Этот сингл Это New England Снимал Свадьба Люка Кейджа Джессики Джонс Спасибо оператору, у которого есть руки И который показывает его на камеру Данный комикс написал Бендис Нарисал Койпель Прекраснейший комикс Замечательный комикс Он очень добрый, милый Я люблю его чуть ли не больше, чем остальной Ран Бендиса на Новых Мстителях А этот комикс Купил и отправится дальше Человек, который переводил его на русский язык В интернет с Канлейтом Переводил на русский язык Как один из подарков к Новому году Надеюсь, он найдет и дойдет И все будет хорошо Я так-то люблю Вы представить себе не можете Итак, поехали Это снова вариант Снова замечательному И прекраснейшему Фанату зомби Марвел Имя говорить не буду Думаю, вы и сами знаете Дениса Во-первых Иксфор Йоска Кайла И моего любимого Крейна Я буквально Позавчера выиграл Дады Люкс Кстати Вот этой серии В двух книжечках Вот в двух книгах Ты поставил И все замечательно Не надо собрать эти Обложки Простите Все любители синглов Далее Сенсоричного Шихалк Что она здесь делает Я без понятия Но она классная Но я без понятия Что она здесь делает Но она классная И снова Сенсоричного Шихалк Мне кажется Что-то напутали Но или Надо пересмотреть Что у меня там заказывали Вот Red Skull Вот это уже Похоже на правду Денис заказал Red Skull Номер один Вариантка Такая вот Дели Шестой выпуск Secret Wars Логично Логично Вышел уже Восьмой Да Две недели назад Или три недели назад У меня плохо Сейчас с датами Я вообще спамите Так что Не обессудьте Эйфорс Прекрасивший комикс Про Остров Ну если мы говорим Про лимитку Остров Который населен Практически только Женскими супергероями Марвел И команда Только женских Супергероев Марвел Да там есть мужчины Но Внимание Именно им Команду Который Который Возглавляет Шихалк И там есть И Гвен И там есть И все Все Хорош Кстати Комикс И я очень надеюсь Что основная серия Которая скоро выйдет Онгоингом Она будет Тоже неплоха Ну надеюсь Я на это Вариант Кэкс Бэбис Люди Икс Чибики Так их называют Чибики В зомби Варианте Я поражаюсь Коллекцией этого человека Серьезно Сколько Он не заказывает Через меня Или не через меня Но я поражаюсь В этой коллекции Марвел Зомби С Ритюрн Номер 2 Вариант Второй Печати С ЖЧ Логично Что если Этот человек Собирает Марвел Зомби Стои Он будет собирать Вариантки Марвел Зомби Это логично Одман Логан Номер Один же Да Один Одман Логан Номер 1 Стандартная Классическая Обложка Не вариант Само собой Марвел Зомби Обложка Мажек На Халка Невероятного Халка Лимитка Из 5 частей От Киркмана Того который Написал Ходячих мертвецов Вы же любите Киркмана Оговорочка Довольно Забавный Омажек На самом деле Посмотреть Довольно Неплохой Нет В том что Это плохой Комикс Не самый лучший Комикс Я как бы Никогда не спорил С этим И подтверждал Что это не самый Хороший комикс Прости Денис Но то что У него довольно Забавные Обложки С этим не поспоришь Ну и обложка Точнее выпуск Десятый выпуск Счета С появлением Города утки Это Илья Бройда Это точно помню Что это Денис Варков себе Не заказал бы Никогда Такс Далее У нас остался Еще Почему то Две связки Окей Не страшно Это у нас фигурки Смотрим Что там за фигурки Такие Вот зря я так Рву эту штуку Ну ладно Так это у нас Ребят мне страшно Это он А я понял Это фигурки Решили отправить Несколькими частями Это Дармаму Дармаму Голова Раз И вот такие вот Черепочки Два Это у нас Один Кулек Смотрим Второй Кулек Это эксклюзивы Камик-кона 2015 Года Продавались набором Как помните У меня в одном из выпусков Был набор С головой Галактуса У которого еще открывался рот Вот Нечто подобное Мне очень нравится Что они отправили Набором Потому что Как видите Фигурка большая И они решили ее Не повреждать Плюсы сразу же Это подвижно Блин, господи Это же Это же другой обзор Это же другой рубрики Извините В общем это отправится Безумному доктору Который заказывал Как раз эти фигурки Пусть он сам с ними разбирается И В пакетики для улик У нас пришла Хэла Хэла Тоже Эксклюзивный набор Господи Какой классный плащ Меч Рога Пришли отдельным пакетиком Сама она пришла Вот таким вот форматом Это у нас формат Marvel Legends Эксклюзивы Легендовские Я это не обзор фигурок Поэтому я не буду говорить Что тут замечательная Артикуляция Вполне Неплохая проработка лица Я не буду это говорить Давайте Это останется Для других рубрик И еще кое-что Это Хардик Опять Сергей Славьев Торону Кау Про Лигу первых Супергероев Самых-самых Первых супергероев Данной вселенной От Хиггинса Сигела Надеюсь что вам понравилось Надеюсь что вы не слишком расстроены За то что это не то что вы ожидали Но что поделать Подписывайтесь Пишите в комментариях Ваши мнения Кстати на данном выпуска Предыдущего выпуска Пост предыдущего выпуска Как жизнь ваша Как собака живет Как кошка В общем Все что хотите Пишите в комментариях И это Скорее всего Не будет отправлено В спам Скорее всего Всех благ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok